Сегодня выносится на рассмотрение итоги работы по исполнению поручений главы государства по инвентаризации земель под индивидуальное жилищное строительство и сельхозугодие, вовлечённых в сельскохозяйственный оборот. Из 90 миллионов гектаров земель, подлежащих инвентаризации, если речь вести об итогах инвентаризации сельхозугодия, вовлечённых в сельхозоборот, в 2012 году было проинвентаризовано 30,6 миллиона га, и такой же объём был выполнен, по одной области только ещё итоги не подвели, будет выполнен в 2013 году. Итоги инвентаризации 2012 года. У 7 тысяч 4 хозяйствующих субъектов 3 миллиона 100 тысяч га неиспользованных земель, из них 400 тысяч га пашня. Вся информация подробно по результатам инвентаризации представлена на слайдах. Меры реагирования. В соответствии с законодательством были предприняты все имеющиеся меры реагирования по отношению к собственникам и землевладельцам неиспользуемых угодий. И по итогам переговоров предупредительных мер приступили к использованию земель 3064 субъекта на площади 762,5 тысячи га. У 1098 хозяйствующих субъектов расторгнуты договоры аренды в одностороннем порядке на площади 317,4 тысяч га, и они возвращены в Государственный земельный фонд. Третье. По причине неустановления 447 субъектов на 476 тысяч га неиспользуемых земель поставлены на специальный учёт как бесхозяйное имущество. В соответствии с законодательством по истечении одного года через суды будут предприниматься меры по возврату, по изъятию этих бесхозяйных земель. Четвёртое. 2 395 субъектам были выданы письменные предупреждения и привлечены к административной ответственности за неиспользование 1 544,6 тысяч га земель. Пятое. Владельцам неиспользуемых земель в административном порядке наложены штрафы на общую сумму 4 170 000 га. Кроме того, по земельным участкам, где обводительные сооружения и техническое состояние растительных сетей требуют реконструкции, совместно с местными исполнительными органами выработаны совместные планы и рекомендации, которые в настоящее время находятся на стадии реализации. В текущем году на ряду с проводимой работой по возврату неиспользуемых земель, выявленных в 2012 году, начата инвентаризация ещё порядка 30,6 миллионов га земель сельхозназначения. В региональном плане инвентаризация охвачена 53 административных района, 6 городов и более 80 аульных сельских округов с полным завершением всего комплекса работ. В настоящее время завершается этап их утверждения исполнительными органами областей. Окончательные результаты инвентаризации текущего года будут подведены в соответствии с графиком работ в конце декабря месяца, и соответствующие меры, установленные за законодательством порядка, будут приняты в следующем году. В то же время предварительные данные инвентаризации показали, что 4 440 субъектов, не используя земельные участки, на площади 2 592 000 га, из которых 313 000 га пашня, в том числе 13,3 десятых орошаемая. В ненадлежащем виде находится техническое состояние растительной сети. На слайде это подробно отражено. Из 164 000 га, проинвентаризованных орошаемых земель, только на 93 000, это 57%, а растительная сеть находится в исправном состоянии. На 38 000 га требуется реконструкция, 33 000 га подлежат списанию. Сегодня политика рационального использования пастбищ диктуется необходимостью наращивания потенциала животноводческой продукции созданием условий для развития отгонного животноводства. Из общего количества выявленных неиспользуемых сельхоземель значительной площади приходится на пастбище. При этом количество обводнительных сооружений составило 12 600 единиц на площади 14 млн га, из них обводнительные сооружения, не требующие реконструкции и ремонт, 2 500 с площадью обводнения 2,7 млн га, требующие реконструкции 9 000 с площадью обводнения 11,4 млн га. Естественные водоемы могут обеспечить не более 40% всех пастбищных земель. Остальная территория пастбищ требует создания инженерных сооружений для подъема подземных вод и их использования. По результатам инвентаризации 2013 года будет проведен полный анализ причин, по итогам которого будут приняты соответствующие меры и выработаны рекомендации. В настоящее время с целью качественного и эффективного вовлечения в сельхозоборот земель разрабатывается комплексный план мероприятий, в связи с чем в кратчайшее время необходимо местным исполнительным органам внести соответствующие предложения. Резервы для повторного вовлечения земель в сельхозоборот значительны. В целях регулирования вопросов, связанных с использованием земель, мажористом парламента рассматривает сейчас проект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений, где предусматривается упрощение порядка изъятия неиспользуемых земель по этапное предоставление земель сельхозназначения. При этом на законодательном уровне определяется понятие неиспользуемой земли. Кроме того, я думаю, мы эту работу проведем. Надо бы определиться, в каких случаях даются предупреждения, а по истечении одного года после выдачи предупреждения земельные угодья могут быть изъяты и в каких случаях налагаются штрафы. Сегодня законодательство не определяет, в каких случаях накладывается то или иное взыскание, которое может иметь разные правовые последствия. И это считаем минусом сегодняшнего законодательства. Но итоги 2013 года мы будем подводить уже с учетом тех поправок, которые необходимо внести, и мы это сделаем, с учетом того, что законопроект находится в работе, в мажилисе, как я сказал. Кроме того, с учетом требований правил рационального использования земель сельхозназначения, были внесены корректировки в ранее заключенные договоры аренды в целях эффективного использования земель сельхозназначения. Завершая свою информацию, хотелось бы отметить, что в соответствии с поручением главы государства поручалось провести инвентаризацию на площади 90 миллионов га, но с учетом вовлечения в сельхозоборот новых площадей, объемы инвентаризации будут доведены до 93 миллионов га, и данная работа будет завершена в 2014 году. Но я об этом скажу чуть дальше. Полагаю, что и эти планы необходимо будет расширить. Общее количество предоставленных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составило 379 тысяч, из которых были проинвентаризированы 305 тысяч участков, остальные 74 тысячи участков были уже введены в эксплуатацию. По результатам инвентаризации 2012 года земельных участков, предоставленных под ИЖС, было выявлено 44 031 неиспользуемый земельный участок. Возвращено в госсобственность 17 232 участка на площади 1750 га, из них 16 350 участков на площади 1560 га путем отмены решений местными исполнительными органами расторжения договоров аренды. 365 участков 38 60 га отказались в добровольном порядке, 514 участков 47 9 10 га по решению судебных органов, по выявленным неиспользуемым землям были приняты следующие меры реагирования. На учет, как бесхозное имущество поставлено 8 377 участков на площади 815 га, я уже сказал, что по истечении одного года будут предприниматься меры по изъятию этих земельных участков, установленных законодательством порядки. В результате переговоров с владельцами земель и принятия принудительных мер приступили к освоению 6446 владельцев участков на площади 645 га. По 2054 участкам площадью 196 га сменились собственники по гражданско-правовым сделкам. На основании гражданского произведения на рассмотрении суда находятся 2318 земельных участков площадью 220 га. Выданы 7 600 письменных предупреждений об использовании земельных участков на площади 721 га, по которым годичные сроки для контрольных проверок наступают в 2014 году. Кроме того, в 2013 году дополнительно проведена инвентаризация, по результатам которой выявлено 8 800 неиспользуемых земельных участков. За надлежащее исполнение поручений главы государства, за надлежащее исполнение законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица территориальных земельных инспекций областей. Как известно, основной причиной неосвоения земельных участков является их неподготовленность, соответствующая инженерной инфраструктурой. Так, порядка 28 042 участков не обеспечено инфраструктурой. Да, мы в соответствии с законодательством изымаем земельные участки, неиспользуемые, налагаем соответствующие взыскания. С учетом того, что с 6 июля 2007 года законодательством установлено предоставление земельных участков под ИЖС только подготовленных. Те участки, которые сейчас располагаются на неподготовленных территориях, это участки, выделенные под ИЖС ранее. Но считаю, что, коль на сегодняшний день 28 042 участка не обеспечены инфраструктурой, это та работа, которую необходимо местным исполнительным органам проводить, потому что, в конце концов, освоение или неосвоение земельных участков зависит во многом от того, насколько подготовлены массивы для проживания и, соответственно, для их освоения. И, в свою очередь, сейчас я дал поручение, и оно будет обличено в соответствующий нормативный правовый акт, когда НПЦЗМ будет предоставлять в комитет министерства всю информацию относительно предоставляемых земельных участков, с тем, чтобы мы контролировали до принятия решения выдачу, или, точнее, исключали выдачу земельных участков, разрешение на земельные участки на неподготовленных площадях. То есть мы на себя, у нас есть такие возможности, и мы на себя этот контроль возьмем. Но хотелось бы сказать о следующем. Да, инвентаризация позволила выявить неиспользуемые земли сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство на значительной площади. Но если принять во внимание, что у нас значительная часть жилищ строится не на участках, выделяемых под ИЖС, а на участках, выделяемых для ведения личного подсобного хозяйства, и это, в принципе, не запрещено законодательством, если это жилища, постройки связаны с ведением сельскохозяйственного производства на выделенном участке. То есть норма достаточно расплывчатая. И вот, например, по данным прокуратуры, 46 тысяч участков было предоставлено в пригородной зоне для ведения личного подсобного хозяйства, в то время как под ИЖС было представлено менее 4 тысяч. Исходя из этого, в настоящее время министерством прорабатывается расширение программы инвентаризации с тем, чтобы провести инвентаризацию. Я полагаю, мы посмотрим, какие у нас возможности есть с учетом уже утвержденного бюджета, с учетом того, что тот план, который нам доведен, он должен быть выполнен в полном объеме или только сейчас в пригородной зоне в 2014 году. Но вообще я считаю, что такую инвентаризацию нужно будет провести на территориях, которые подпадают под границах городских агломераций. В настоящее время мы прорабатываем вопросы внесения изменений в земельное законодательство в части городских агломераций, поскольку у нас это определено на уровне программных документов, но не заземлено. То есть этот термин, все требования, которые необходимо ввести для того, чтобы надлежащим образом реализовывались задачи по созданию городских агломераций, необходимо внести изменения. Я полагаю, что вот эта инвентаризация, которую мы должны сделать, она будет в том числе способствовать надлежащей организации использования земель не только вообще на территории городских агломераций и всех пригородных зон. Ну вот такую работу мы уже в следующем году начнем. И понятно, что сейчас говорить о том, какие в связи с этим необходимо будет вносить изменения и в законодательство, и принимать организационные меры, мы сможем доложить только после того, как такую инвентаризацию проведем. У меня все.